Внимание отца ребенку важно. Родители вместе должны принимать активное участие в воспитании. Поделиться своими впечатлениями, спросить совет или просто выразить чувства. Все это важно для маленького человека. Окружить его заботой должна не только мама, но и папа. Однако чаще встречается в стране, что дети оказываются ближе к матерям, а отцы от воспитания держатся в стороне. В первую очередь я хочу сказать, понятно, что здесь все мы это понимаем хорошо, что полная семья в идеале – это, конечно, в первую очередь мама и папа. Часто в обсуждениях, опять же, я, например, работодатель, у меня много семей, кто работает, основная масса – это все-таки женщины, и иногда некоторые, может быть, даже недооценивают именно роль отца. А отец – это что-то вроде последней такой инстанции, куда можно в семье обратиться. Вот здесь очень хорошая картинка, я уже его все изучил, начиная с защитника, кормилистом тоже уже как у кого, воспитатель, учитель, друг. Иногда друг бывает в семье отец больше, чем, извиняюсь, мама. Отцовская обязанность состоит в том, чтобы на своем примере показать детям, что такое крепкая дружная семья, показать важность семейных традиций, которые позволяют укреплять взаимоотношения и повышают эмпатию членов семьи. Важно открыть для детей мир безграничных возможностей для самореализации, которые дают современное общество и технологии. Все это будет способствовать формированию целостной личности, в основе воспитания которой лежит главная ценность – семья. Уполномоченный по правам ребенка Калужской области уделяет большое внимание именно отцовскому движению, поддержке этого движения. И именно при уполномоченной в 2018 году был создан Совет отцов Калужской области. Сейчас это самостоятельное, серьезное всероссийское движение «Отцы России», с которым мы с удовольствием сотрудничаем. И в частности реализовывали проект «Осознанное родительство», где вели просветительскую деятельность среди родительского сообщества. Это был успешный опыт. Основная цель мероприятия – выработка мер по повышению социальной роли отца, укреплению института семьи и содействия реализации государственной демографической политики через проекты, связанные с наставничеством и воспитанием подрастающего поколения. Роль отца в воспитании ребенка, вообще роль отца, она же определяется не какими-то учебниками, да, или какими-то резолюциями наших собраний, там и так далее, и так далее. Это же складывается исторически, из поколения в поколение, из ценностей, которые воспитываются в народе и так далее. То есть мы просто это принимаем, перенимаем и реализуем в жизни. И, по сути, если есть отец, и он есть и морально, и физически, то, по моему мнению, нет никакой проблемы. То есть если отец понимает, что он отец, что у него есть дети, у него есть перед ними ответственность, то здесь нет никакой проблемы. То же самое, как с матерью. На заседании фокус-группы отметили, что важно вовлекать мужчин в проекты, связанные с наставничеством и воспитанием подрастающего поколения. Это является важнейшим условием эффективной реализации государственной демографической политики. Одним из таких мероприятий может стать общегородской конкурс «Атомный папа». В соответствии с резолюцией, принятой на заседании, разработкой проекта конкурса будет заниматься Центр милосердия совместно с общественной организацией «Совет отцов города Обнинска». И все бы хорошо, ведь роль отца в воспитании ребенка важна. Это защитник, друг, человек, на которого самый младший член семьи может положиться. Только цифры статистики печалят. Матерей-одиночек в стране немало. А кого-то и вовсе воспитывают бабушки с дедушками.